большой привет из одессы моим дорогим друзьям кто не кушал квашеные фаршированные синие то бишь баклажаны считайте что тот не был в одессе и не испытал на себе тот прекрасный чудесный фантастический аромат этого прекрасного южного блюда как вы уже догадались блюдо сегодняшнего дня квашеные фаршированные баклажаны и чтобы баклажаны получились максимально вкусные спешим рассказать 1 классно одесский анекдот представим себе одесса пятница вечер где-то на лонжероновской гаишник останавливает машину пили нет а почему что-то случилось а вот и красавцы ингредиенты 5 килограмм баклажанов 1 килограмм морковки 2 больших репчатых лука 2 сыгран белокочанной капусты половинка красного горького перца 30 веточек сельдерея набор специй траве листьев а также подсолнечного масла соль и сахар и мы обсудим главные секреты квашеных фаршированных баклажан очень важно себе нужно избавиться от горящей баклажан мы знаем что баклажан особенно кожица содержится вещество которое вызывает горечь и как правило не часто являются виновниками испорченных блюд учитывая что нам кожица обязательно нужна баклажан поэтому как мы от этого избавляемся но смысле от горечи нет баклажана от горечь складываем баклажан объем в частности 5 килограмм ведро еще маленькую идет к понадобится и заливаем специальным рассолом из расчета 1 десертной ложки соли на литр воды готовым достаточно рассол накрываем крышкой ставим сверху пресс оставляем лучше на час час баклажаны потеряли всю горечь этой прекрасной жизни и теперь они стали не горькие вкусные хотя и сырые и готовы к дальнейшим приключениям вытираем на сухо все баклажаны да все 5 килограмм секрет номер 2 выливаем 3 40 миллилитров подсолнечного масла пиалку берем баклажаны которые уже без горечь и без влаги смазываем со всех сторон никого не обижаем кладем на специально подготовленный противень пока мы это делаем накаляем духовку выкладываем синий на пергаментную бумагу так секрет летим касается непосредственно самого запекания баклажан если мы их не допечем процесс загвазки будут несовершенней если мы их перепечем они потом будут разрезаться да когда мы будем их кушать 10 минут накаляем духовку затем выставляем температуру 180 градусов и запекаем баклажаны примерно 14 15 минут с каждой стороны еще не мягкие и уже не твердо это не серго это греческий бог котов в примерно в таком состоянии должны быть синие запеченные отдавшины плавной грамотно переходим четвертому секрету эти синенькие вот если посмотреть по консистенции то не вроде запеклись до двух сторон и в то же время они еще держат эту форму вот это идеальный вариант синих для данного блюда чем заключается 4 секрет мы выкладываем синий под пресс уберем любой противень желательно глубокий распределяем синие по крайней мере сколько влезут деревянная пластиковая главное чтобы они были меньше чем ширина данного противня я вышел из ситуации следующего образования из 2 противень и маленький вам один большой и сверху нам нужно положить но если есть 16 килограммовая или 8 килограммовая наша задача сейчас за ночь выдавить оставшуюся горечь все нехорошее что есть в этом синим чтобы утром зафаршировали и начали квасить это блюдо дорогие друзья встретимся утром прошла сладкая беззаботная ночь прекрасное сновидение синие при этом отжимались под прессом друзья мы плавно лирически пришли к пятому секрету это секрет как называется блюдо фаршированные баклажаны правда квашеный но фаршированы раз фаршированная значит должен быть фарш еще мы так и делаем мы должны сейчас сделать фарш вот пятый секрет он будет касаться собственно фарша берем два больших лука это пол сантиметра на пол сантиметра можно довольно крупно здесь можно мелочить пока мы нарезаем лук пока мы нарезаем лук в это время нам нужно будет прокалить подсолнечное масло чтобы масло сделать правильно его нужно будет прокалить прокаливаем его на большом огне буквально две-три минуты не доводя до кипения и не доводя до появления дыма только тогда масло будет считаться готовым дальнейшем свершением затем делаем минимальный огонь только что таким энтузиазмом резали то делаем с лук нужно будет протушить на слабом огне где-то 12-15 до появления состояния прозрачность пока у нас сковородка с подсолнечным маслом готовят лук прозрачности мы займемся следующими гранитами берем морковку вначале очищаем ее от наружной кожуры да не забываем каждые две-три минуты помешивать лучок когда морковь у нас будет полностью готова натираем ее вокруг на турке накрываем крышкой она будет ждать своего часа следующая нас капуста берем 200 грамм капусты нарезаем конечно может быть не так тонко как на борщ но стараемся делать капусту высыпаем сюда где морковка следующим героем нашего блюда выступает чеснок вернее головка чеснока а если быть более точно то головка чеснока среднего размера учитывая что мы будем натирать на терке на мелкой терке поэтому нам нужно каждый зубчик чеснока очистить от не съедобной части и натираю на мелкой терке как вы думаете что вы сейчас не будем делать у нас уже заканчивать томится лучок высыпаем чеснок и быстрыми движениями его нужно распределить по всему луку и вот вместе на тихом огне их тушить буквально полторы две минуты больше не нужно причем постоянно помешивать нужно затем мы добавляем столовую ложку сахара без горки и столовую ложку соли с горкой это для начала после этого мы выключаем газ дальше добавляем в эту смесь морковку и капусту чеснок творить чудеса друзья равномерно распределяем затем накрываем крышкой и даем настояться примерно 30 минут помните вчерашние баклажаны вчерашние синие вот они выглядели такими вчера такими красивыми пышными сырыми сейчас казалось бы такие сморщенные запеченные но в том-то и она они пролежали ночь ведь и сплющенный баклажан до под прессом и что мы делаем берем вдоль разрезаем ровно пополам дальше мы с вами поймем для чего это делать видите как сапог кстати друзья знаете чем отличаются процессы закваски и маринования соленья и мочения квасе на тогда мы просто солим без добавления жидкости соленья когда мы разводим соль в воде делаем рассол где-то два с половиной трехпроцентное мочение это когда мы добавляем трехпроцентном рассолу еще восьмипроцентный раствор сахара из довольно 80 грамм на лито но непосредственно маринование это когда мы тоже соленый раствор добавляем туда какие-то явно кислый продукт например уксус вообще все про маринование все полез для здоровья уксус конечно хорошо сохранят на зиму все овощи и фрукты и в то же время это продукт мертвым что мы делаем дальше фарш уже остыл равномерно его перемешиваю между собой с чувством столбом с расстановкой очень интересный момент в отношении соли сахара вложили достаточно что касается соли вот когда мы с вами делаем начинку для вареников пирожков начинка у нас какая она немножко пересолена причем уж тесто пресное данном случае руль тесто нас выполняет синие баклажаны чего не пресно мы их не солили когда вчера запекали поэтому фарш должен быть слегка пересолен вот мы сейчас попробуем насколько это соответствует истине вкусно знаете половина десертной ложки соли сюда еще можно добавить это достаточно еще раз тщательно перемешиваем и пока мы будем заниматься пока мы будем делать следующую процедуру выдаем возможность фаршу овощному фаршу настояться в том числе и солью следующий момент емкость емкость где мы собственно будем квасить квашенные фаршированные баклажаны это должна быть либо обязательно конечно пищевое ведро либо пластмассовая либо можно взять старую но целую эмалированную кастрюлю то есть очень важно избежать доступа к физическим емкостям либо это пищевой пластик либо это малированная кастрюлю данном случае я взял ведро причем забегая наперед скажу сразу что очень важный момент мы берем емкость в которой мы будем заквашивать фаршированные баклажаны а также в этой же емкости они будут будущем храниться в холодное время года в лоджии в любом холодном помещении в теплое время года как сейчас в холодильнике поэтому изначально подумайте какая должна быть емкость чтобы могли не только заквасить но это блюдо сохранить до тех пор пока мы его не скушаем затем берем 30 веточек сельдерея в отношении веточек лучших брать меньше чем длиннее тем лучше почему потому что мы будем заворачивать фаршированные баклажаны чтобы стебли не ломались их нужно слегка волшарова есть два варианта либо залить кипятком и сразу его слить либо взять горячую воду где-то 85 90 градусов залить его накрыть крышкой через три минуты таким образом получим тоже результат на витамина останется 10 раз больше затем мы берем все естественные специи с огородной грядки сейчас вы поймете чем я говорю их нужно обязательно промыть несколько минут проточной водой холодной специи у нас все помыты наш каким на специи веник укропа самый крупный веник части веник укропа кладем на дно затем для чего нужно использовать горький перец перечили для того чтобы во время закваски он отпугивал нехорошие бы причем перечили можно даже косточки не вынимать если вы любите слабость слабо горчинка половину если вы любите более горки разрезать либо вдоль либо поверю кладем на дно там еще много естественных веществ антибиотика природных которые просто не дадут плохим микробам размножиться и позволит длительное время сохраняться уже после процесса кваски в холодильнике и оставаться полезным продуктом плюс неповторимый наперечный аромат читать на моем ношу руки после перца но него бы движение почесали глаз и поход к офтальмологу обеспечен затем на 1 выкладываем несколько веточек черной смородины вот они x рва буквально пару дней назад одну веточку оставляем на потом затем две веточки обычный вишни причем желательно взять вишню которая поздних сортов который имеет запах косточки следующий момент вот этот цветет таким образом петрушка можно положить обычную петрушку но лучше когда она цветет вот по аналогии как винник укропа тоже очень очень серьезная пряность очень сильно будто давай тоже кладем все кроме одну веточку которая тоже оставила на потом во время соления и квашения взять нужно добавлять специи которые обладают таким мощным дубильные свойства ну частности самый распространенный это листья дуба ты сможешь добавить можно добавить 4 5 листиков дуба но до дуба было далеко идти есть некоторые травы ну вот у нас в одессе называется щир щирок щирец я кстати после съемок найду научно название этой травы ну либо либо аналогов чтобы могли это использовать то есть нужна трава либо листья которые будут обладать таким хорошим любящим свойствам тоже мы выкладываем все и оставляем одну на потом но мягенько красиво вкусно ароматное одно мы для фаршированных баклажанов приготовили и пока мы фаршируем наши баклажаны им расскажу еще один классно детский анекдот огромная очередь в одном из джека в одессе уважаемая ну шо вы-то и кричите вижу не в постели как можно еще завязать фаршированный баклажан берем одну веточку и непосредственно видите в бантик посмотрите разве это не прекрасно настоящий фаршированный баклажан и ведерко банки красивые как будто школу собираем ли в садик этот синий а как он лучше из три дня был это так он знает вот что у нас получилось мы положили весь все фаршированные баклажаны ведро и тесто садки трав и пряности которые у нас были мы сложили снаружи в том числе ведь его синий затем что мы делаем накрываем ведро крышкой неплотно причем внуши будут эти процесс газообразования квашения с помощью микробов которые под чутким руководством горького перца горького красного перца и нужно положить теплую комнату ну при температуре где-то 20 25 градусов ровно на три дня через три дня мы пробуем если процесс квашения уже закончился мы это определяем по вкусу тогда мы перемещаем эту емкость в холодное место при температуре от 3 до 8 градусов когда закончится процесс квашения я вам покажу насколько вкусный красивый классные обалденные квашеные фаршированные баклажаны друзья корона одесское блюдо квашеные фаршированные баклажаны находятся перед вами во всей своей красе во всем своем соку и во всем своем смоку положил пряных растений дорогие друзья если вам понравились квашеные фаршированные синие поделитесь с лучшими друзьями подругами родственниками ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя всего самого хорошего